Жизнь несется очень быстро, несется как бешенкой просто. Появились редкие случаи, когда наибольшие интересы вызывает не Андрей Росси, который, в общем-то, занимается примерно тем же самым, что последние пять лет, а совсем другие люди. Это российские химики Тамара Сахно и Виктор Курашов. Про них говорят, как и династия, я так подозреваю, что Виктор Курашов сын Тамары Сахно, но, возможно, я ошибаюсь просто. Значит, это была пресс-конференция, которая состояла 21 июля в Женеве. Значит, возбудляет группу Владислав Карабанов, но здесь скорее в администраторах, а исследователями занимались Тамара Сахно и Виктор Курашов непосредственно. Значит, в первой части я постараюсь рассказать сегодня о том, что же сделал, например, за прошедшее время Андрея Росси. Во второй я посвящу их пресс-конференции и их работе. Работа состоит в том, что они провозгласили, то есть Владислав Карабанов сказал, что речь идет о новой эре развития человечества, что то, что они предложили, это сравнимо с открытием электричества. И вы знаете, я с ним не согласен. Не согласен в том смысле, что он скромничает. То есть это значительно более важно, чем появление электричества. То есть это коснется всех сторон нашей жизни уже очень-очень скоро. Я не думаю, что удастся технический прогресс, и это положить сейчас под струкнов, и со всем этим делом справиться. Значит, вначале об Андрея Росси. Он провел испытание без свидетелей сам по себе и просто опубликовал определенный урод организм. Эта установка называется Кварк-Х. Х почему? Потому что, говорит, не знает, что придумать, но постоянно слово Х. Речь идет о небольшой проволочке диаметром 1 мм всего, длиной 3 см, и в которой находится другой крупной, более, трубочке. Она нагревается, и к ней подведена электроэнергия. Но на настоящий момент электричество снимается с самой трубочки. Там возникают определенные уроды вихревые токи. Мощность ее, по уверениям Росси, значит, всех трех установок, которые он тестировал, недельный тест, 100 Вт потребления, 5,5 Вт где-то. Это мощность. То есть она 100 Вт в час производит, и 0,5 Вт в час потребляет. Иногда на полчаса она от внешнего источника отключалась. Дальше. В зависимости от режима работы, может давать из этих 100 Вт, она 50% может светом давать, может 10% электрическим, и тепло до 100%. Разогревается на 1500 градусов. Потом, такова вот наша ситуация. И, наконец-то, наконец-то появился хоть какой-то новый факт, за который нам, то есть те, которые занимаются попыткой теоретического рассмотрения вопроса, то есть физикам-теоретикам, удается сыпиться. Они сделали дырочку, и там появилось мощное освещение синего цвета. Это прекрасно. Это то, с чем, наконец-то, можно работать. Значит, могу сказать, что это нам дает. Вообще говоря, когда описывают всевозможные эксперименты по холодному ядерному синтезу, речь идет даже не о том, что там происходят какие-то трансмутации, не о том, что температуры очень низкие, которые совершенно не ядерные, и так далее, и так далее. Не то, что один из отопов переходит в другой, а элементы в элементы. Это совсем еще оппоненты могли бы смириться. Никак не могут понять, почему не происходит большого количества всевозможного вредного излучения, в первую очередь, гамма. Но в самом деле, когда у нас в ядерной физике мы всегда ко всему этому привыкли, когда, допустим, у нас ядро поглощает что-нибудь, протон, либо нейтрон, либо еще что-то более тяжелое, более энергичное, то тогда у тебя всегда ядро переходит в возбужденное состояние. Оно находится в возбужденном состоянии, и после этого оно переходит в основное состояние уже, падает, излучая гамму. Ну вот, например, была работа с самого Росси с кем-то там еще, когда они говорили, что у них все дело литий-семи поглощает будто бы протон, и после этого у тебя возникает бериллия, бериллия восьмой, а бериллия распадается на две альфа-частицы. И говорят, именно поэтому излучения нет. Но оно есть, когда у тебя бериллия поглощает, когда у тебя литий поглощает протон, у тебя новое появившееся ядро, бериллия переходит в возбужденное состояние, и ему, чтобы упасть до основного, ему нужно испустить гамма-квант. Вот такова, значит, ситуация. Но есть другой механизм, который известен в так называемых изомерных переходах, когда у тебя из ядра вылетает не настоящий гамма-квант, а гамма-квант виртуальный. Этот гамма-квант взаимодействует с электронами внешней оболочки. Берет взаимодействие с электронами внешней оболочки. И у нас из атома уже, не из ядра, из атома уже вылетает электрон. Он очень энергичный, потому что это десятки, сотни, киллоэлектрон-вольт или мегаэлектрон-вольт. Вот. Он очень энергичный. Но после того, как он улетел, у нас остается там вакансия. И эту вакансию занимает электротрон с внешнего энергетического уровня этого самого, например, валентный электрон внешний. И когда он опускается, а тут уже параметры либо киллоэлектрон-вольт, либо десятки электрон-вольт, ну, электрон-вольт, не киллоэлектрон-вольт, а совсем другие энергии, то происходит у нас излучение, и важно видеть, что в настоящий момент это излучение синего цвета. Это означает, что у нас излучился где-то квант, ну, синий цвет, это от 2,56 до 2,82 электрон-вольт, электрон-вольт, то есть ничтожная энергия. Вот наш замечательный оптический диапазон. Вот. Такова. Я немножко тут с формами поработал, и могу сказать, ну, это синий цвет, конечно, это не водород. У водорода энергии из нового состояния 13,6 электрон-вольта. Это, по всей видимости, не литий, там тоже можно оценить и понять, что он не находится в оптическом количестве. Ну, можно понять, что это не любимые цыгановым P3 или P4 электроны. В них они, там процессы были бы связаны с сианизацией из P3 или P4 состояния, они вообще ничтожны, тоже глаз от Неви, там вообще электрон-вольтов очень мало. Вот. Но под подозрением находится, как ни странно, никель. То есть, это надо проверить, мне просто это нигде не проверить. Его верхняя электронная формула 3D8-4S2. Вполне возможно, что у нас задействуется в этом самом распаде какой-нибудь из D электронов. Он улетает, он высокоэнергетичный, после этого его место занимает внешний S-электрон. И вот именно там, по всей видимости, хотя это надо проверять, и происходит переход синего вот этого цвета, электрон-вольтный. Ну, похоже, что где-то там. Это надо проверить. Потому что есть таблицы ионизации, то есть, нет внешнего электрона, а вот для таких внутренних я, по крайней мере, не нашел. Если кто-то, у кого-то такие данные есть, возможно, что это и алюминий, не обязательно никель. Тут, пожалуйста, можете скинуть мне ссылочку на это дело. Вот. Вообще говоря, раньше я по таких эффектах говорил, как об G-электронах. Но на самом деле это не G-электроны. G-электроны, это когда ты полноценным рентгеном или гаммой светишь на атом, с какого-то нижнего уровня вбивается электрон, он улетает, он становится очень энергичный, а его опять заменяет, возникает вторичное излучение. опять с внешнего энергетического уровня заменяет другой электрон. Вот. И там возникает переход диапазона если не оптического, то близкого к оптическому. Ну, какого-то. Условно. Может, в 10 раз или в 100 раз отличающимся по энергии. Но это по сравнению с нашим любимым ядерным масштабом в мегаэлектронах. Это ничто. Вот. Такова, такова, значит, это наша ситуация. Наша ситуация. И это, например, достаточно простой. Почему именно здесь, ну, простой, он достаточно известный. Вообще говоря, есть еще такой важный закон, как закон сохранения момента импульса. Он состоит, что у нас есть два состояния. Например, начальное состояние и конечное. Они различаются между собой моментом импульса. Например, 9 и 2. Тогда у тебя вот этот гамма-кванта должен унести 7 на себе. 7 ему нести. Очень тяжело, такие редко встречаются. Если у тебя, например, одним отличаются, моментом импульса, скажем, а в 1 было 3, а потом переходят в 2, то этот переход происходит очень быстро и очень просто. Здесь же не так. Вот такое. Именно этим, по всей видимости, и объясняются долго живущие понятия изомеры, которые изомеры отличают от друг друга состояния тем, что они чрезвычайно долго живут. То есть, известен даже один пример, который вообще не распадается. Тантал. Сейчас, подождите. Да, не тантал. Там у них два уровня. Изомерный, то есть, как бы, условно возбужденный, который на 70 кВт выше основного. Так вот, в основном состоянии тантал абсолютно не быстро распадается, он абсолютно неустойчив. А в изомерном, который находится еще более выше, он не распадает совсем и падает в более низние, он никак не хочет. Такие-то вещи. Такие есть у Висьмута, например, бромя. Впервые, кстати, вот такие рода эффект был открыт к ручатному бромя. Знаменитый Гафний. Именно на этом пытались сделать знаменитую гафнивую бомбу. Ну, так и не сделали. Ну, вообще, можно сейчас немножко подумать и понять, что у них было не так, когда подходить там и сделать так, чтобы у них эта гафнивая бомба или ядерный лазер начал, начал, наконец-то, работать. Ну, американцы. Ну, вот. Значит, такова ситуация. И вот этот факт наличия синего излучения, то есть вторичного электрона, он, как бы, очень важен. Это, это означает, что нам, наконец-то, удается получить, объяснить отсутствие радиации во всех реакциях ильяновских. По всей видимости, речь идет, действительно, о том, что там испускаются виртуальные гамма-кванты. Этот виртуальный гамма-квант выбивает электроны. Но, скорее, на технике мы, разумеется, это увидеть не можем. Почему? Потому что у нас там обычно все ионизировано полностью. По крайней мере, налетающий кусок он явно ионизирован. А когда у нас из ядра вылетает что-нибудь тяжелое, например, альфа-частицы или нейтрон, то он тоже нет диапазона обычной гайдерной реакции, это мегаэлектронный. А это означает, что он будет испытывать серию неупругих столкновений с окружающими атомами. Будет их возбуждать, они будут, соответственно, возбуждать гамму, будут падать основное состояние, излучая гамму, и жизнь рядом с этой установкой окажется просто-напросто невозможной. И все вот эти исследователи должны были бы давно умереть. Но по всей линейности вот именно не так. То есть речь идет о том, что у нас происходит излучение настоящего гамма-кванта, виртуального, что этот виртуальный гамма-кван заведомо меньше половины мегаэлектрон-вольта поселимости. По той же послой, если бы был больше, то он бы рождал этого позитронный партар, а позитрон с его гаммой это удовольствие еще тоже не самое приятное. И так далее, и так далее. Но вот я на этот замечательный синий цвет, обращая всеобщее внимание, говорю, что это вполне может появиться ключиком ко всей этой самой теории. И более того, на основании этого можно даже высказать определенного рода предположения, что все-таки, когда флешмон и бонс сказали, что у них там происходит термоядина синтез, то есть из диетерии что-то получается, они были неправы. Они были неправы. Там происходит интересная реакция, но это совсем другая по всей видимости какая-то реакция. Такие вот у нас эти вещи. Вот. Спасибо за внимание. Мы переходим ко второй части.